Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о теме про описание гласных о и е после шипящих в окончаниях имен прилагательных и, конечно же, о неопределенной форме глагола. Приступаем! К концу нашего урока мы ответим на все интересующие нас вопросы, от чего зависит написание окончаний прилагательных. Конечно же, мы скажем о том, какие прилагательные имеют краткую полную форму, о неопределенной форме глагола, о написании не с глаголами. Работаем! В данном задании мы должны ставить пропущенную букву и, конечно же, обозначить графически изученную орфограмму. Работаем! О хорошем человеке. О человеке каком? Хорошем. В напитке каком? Шипучем. За тайгой какой? Дремучей. В озере каком? Глубочайшем. Деталью какой? Мельчайшей. О событии каком? Величайшем. С крупой какой? Сыпучей. Ребята, как вы поняли, все орфограммы, где были ставлены буквы, конечно же, пропущены, это все окончания. Как мы определяем окончание имен прилагательных? Конечно же, по вопросу отсуществительного. Но обращаю ваше внимание, что буква Е пишется в окончании прилагательных после шипящих. Только в безударном положении. В данном задании мы должны образовать от прилагательных, где возможно, конечно же, краткую форму. Употребить их во множественном числе. Любезный. Любезен. Любезны. Спокойный. Пишем. Спокойный. Спокоен. Спокойны. Книжный. Конечно же, от данного прилагательного форму краткую мы образовать не можем. Мы не можем сказать книжен или книжный. То есть, данное прилагательное не образует краткой формы. Красивый. Красив. Красивый. Деревянный. Мы не можем сказать деревянен, деревянный. То есть, данное прилагательное снова же не имеет краткую форму. Утренний. То же самое. Мы не можем сказать утренен, утренний. Следовательно, данное прилагательное снова же не имеет краткую форму. Ребята, в следующем году вы начнете изучение прилагательного отдельно, то есть более подробно. И там будет предложена тема, конечно же, разряды имен прилагательных. Тогда вы поймете, почему некоторые прилагательные имеют краткую форму, а некоторые нет. В данном задании мы должны образовать от прилагательных краткие формы. Надо определить, пишется ли мягкий знак на конце прилагательных или нет. Певучий голос, конечно же, голос певуч. Я буду писать только лишь прилагательные краткие. Я не поставила мягкий знак. Почему? Так как у нас есть правило. В кратких прилагательных после шипящих мягкий знак не пишется. Это касается всех прилагательных. Скрипучий снег. Снег скрипуч. Пишем скрипуч. Снова уже нет мягкого знака. По тому же правилу. Похожий на отца. Похож. Трескучий мороз. Трескуч. Пахучий цветок. Надеюсь, выполнив данное задание, ребята, вы поняли. Мягкий знак на конце прилагательных, который оканчивается на шипящий, никогда не пишется. В данном задании мы должны выписать из текста глаголы вместе с существительными. Определить их время, число, лицо, род, если есть. Работаем. Я выписывать не буду. Я буду лишь подчеркивать глаголы и определять их грамматические признаки. Мы в весеннем лесу. Здесь, конечно же, глагола нет. Почему? Потому что мы знаем, что глагол это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Ребята, я буду говорить и обозначать глаголы вместе с существительными, но вы обязательно выписывайте это в тетрадь. Зорко оглядываюсь по сторонам и замечаю что-то розовато-синее. Смотрим. Оглядываюсь. Можем сказать оглядываюсь по сторонам. Понятно, что здесь нет лица. Почему? Потому что кто оглядывается? Я оглядываюсь. Подчеркиваю глагол. Ну, подчеркну как сказуемое. Хотя можно просто линии, но помните, в данном случае, конечно же, глагол это сказуемое. Оглядываюсь. Что делаю? Конечно же, это настоящее время. Пишем настоящее время. Число. Я оглядываюсь. Конечно же, единственное число. И так как это глагол настоящего времени, здесь есть лицо. Я. Это, конечно же, первое лицо, поэтому это глагол первого лица. Помните, ребята, что лицо у глаголов есть только лишь в настоящем и будущем времени. В прошедшем времени, конечно же, у глаголов есть только категория рода. И замечаю то же самое. Замечаю, кто я. Настоящее время. Единственное число. И первого лица. Замечаю, что? Что-то. Следовательно, это у нас местоимение. Мы выписываем. Оглядываюсь по сторонам и замечаю. Почему? Так как к глаголу замечаю, существительное не относится в данном случае. Это распустился цветок медуницы. Смотрим. Распустился. Что сделал? Так как здесь у нас присутствует суффикс l. Это глагол прошедшего времени. Что сделал? Это уже произошло. Конечно же, цветок один. Единственное число. И мы сказали, что в прошедшем времени у глаголов только, конечно же, в единственном числе есть категория рода. Цветок у мой, конечно же, мужской род. Понятно, что распустился цветок. Это существительное относится к данному глаголу. На толстом зеленом стебле красуются отдельные цветочки. Находим. Что делают? Красуются. Видим, что это настоящее время. Пишем настоящее время. Красуются. Что делают? Настоящее время. Конечно же, множественное число. Почему? Цветочки красуются. Они. Множественное число. И так как это настоящее время. Третье лицо. Цветочки. Они. Выходим на небольшую поляну. Что делаем? Выходим. Настоящее время. Так как мы выходим на поляну. Это у нас множественное число. И, конечно же, мы знаем, что мы. Это у нас первое лицо. Я. Мы. Первое лицо. Вокруг нее толпятся молодые березки. Толпятся, конечно же, березки. Что делают? Настоящее время. Множественное, конечно же, число. Потому что березки. И они. Третье лицо. Третье лицо. Посередине синеет весеннее лужа. Что делают? Синеет. Конечно же, лужа. Синеет. Это у нас настоящее время. Конечно же, лужа в единственном числе. Единственного числа. И она. Лужа. Третье лицо. Ребята, надеюсь, вы поняли, как мы определяем время, число, лицо или род глаголов. В данном задании мы, конечно же, должны списать все, раскрывая скобки. Нужно объяснить слитное и раздельное написание «не» с глаголами. Не взлюбить с первых дней. Конечно же, данное слово пишется слитно. Почему? Потому что без «не» не употребляется. Не знать причины обиды. Конечно же, раздельно. Не забывать о своем обещании. Снова же, раздельно. Не думать о проблемах. Раздельно, конечно же. Ненавидеть ложь. Ненавидеть пишется слитно. Почему? Потому что это слово-исключение без «не» не употребляется. Не хвалить себя. Конечно же, раздельно. Негодовать из-за поражения. Негодовать – это всегда пишется слитно, потому что без «не» не употребляется. Ребят, написание «не» с глаголами и правило, конечно же, очень легкое. Вы должны запомнить его. «Не» с глаголами всегда пишется раздельно. Исключение составляет слова, которые без «не» не употребляются. В данном задании мы должны определить, в каких словах после шипящих следует писать мягкий знак, а в каких нет. И, конечно же, нужно подчеркнуть глаголы в неопределенной форме. Лес дремуч. Каков? Помните, наше первое задание мы сказали, что если это краткое прилагательное, шипящее на конце, то мягкий знак мы не пишем. Горячая печь. Печь – она моя. Данное существительное третьего склонения, следовательно, мягкий знак пишется. Печь пироги. Что делать? Печь. Конечно же, это инфинитив. Поэтому здесь мягкий знак, конечно же, пишется. Много задач. Чего? Задача – это существительное первого склонения в форме родительного падежа множественного числа без мягкого знака. Солнечный луч. Луч – он мой. Это существительное второго склонения, а мы знаем, что во втором склонении после шипящих мягкий знак не пишется. Увлечь разговором. Что сделать? Увлечь. Конечно же, это инфинитив на конце с мягким знаком. Тихая ночь. Ночь – она моя. Существительное третьего склонения с мягким знаком. Программа передач. Передача – она моя. Это существительное первого склонения в форме родительного падежа множественного числа, следовательно, без мягкого знака. Скромная дочь. Дочь – она моя. Это существительное третьего склонения с мягким знаком. Голос. Певуч. Каков? Это у нас краткое прилагательное, без мягкого знака. И последнее словосочетание – разжечь костер. Что сделать? Разжечь, конечно же, это инфинитив, и пишем мягкий знак. Ребята, мы подошли к концу нашего урока, и надеюсь, мы сможем с вами ответить на все поставленные вопросы. Что мы узнали о правописании гласных О и Е после шипящих в окончаниях прилагательных? Мы узнали, что в окончаниях прилагательных после шипящих в бездарном положении пишется Е, а под ударением, конечно же, О. Полные и краткие имена прилагательные. Мы с вами узнали, что не все прилагательные имеют краткую форму. Об этом вы, конечно же, подробнее узнаете на будущий год. Но на сегодняшний день вы должны знать, что не все прилагательные имеют краткую форму. Не с глаголами. У нас правило «не с глаголами» всегда пишется раздельно. Конечно же, исключение составляют слова, которые без «не» не употребляются. И неопределенная форма глагола. Что такое неопределенная форма глагола? Это инфинитив, то есть начальная форма. Неопределенная форма глагола отвечает на вопрос «что делать?», «что сделать?». И на конце вот этой формы после шипящей мягкий знак, конечно же, пишется. Ребята, надеюсь, вы поняли, узнали, как это находить, определять, как мы будем определять окончание имен прилагательных, как будем определять написание не с глаголами, а также, конечно же, неопределенную форму. Повторяйте, выполняйте задания, закрепляйте материал. Берегите себя и свою семью. Всего доброго и до свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас с вами будет повторение пройденных тем. Давайте с вами рассмотрим первое задание. Вычислите удобным способом. Давайте рассмотрим первый пункт. Нам дали пример 6 умножить на 35 плюс 48 умножить на 25 и плюс 35 умножить на 42. Что мы можем сделать в этом случае? Посмотрите. У меня есть одинаковые множители 35 и 35. Я могу сделать группировку. Число 35 я могу вынести за скобки. У меня останется 6 плюс 42 и плюс 48 умноженное на 25 равно. 35 умножить 6 плюс 42 получается 48 плюс 48 умноженное на 25 равно. Далее, если мы посмотрим внимательно, то у нас опять есть общие множители. Это 48. 48 я тоже могу вынести за скобки. У меня останется 35 плюс 25. Равно, что у меня остается? 48 умноженное на 35 плюс 25 получается 60. Далее, у меня остается 48 умноженное на 60. Давайте умножим. 8 умножить на 6 будет 48. 8 пишем 4 в уме. 4 умножаем на 6 будет 24. 24 плюс 4 будет 28. И у меня здесь остается еще один 0. У меня получается ответ 2808. Давайте рассмотрим второй пункт. Во втором пункте, опять же, посмотрите, у нас есть общий множитель. 26 я могу его вынести. У меня получается 26 умноженное на 28 плюс 27. Минус 24 умноженное на 55. Равно. 26 у меня остается. 28 плюс 27 получается 55 минус 24 умножить на 55. Равно. Давайте посмотрим. У нас есть опять общий множитель. Это 55. И я могу его вынести. 55 умножить 26 минус 24. Равно 55 умноженное на 2. Давайте 55 умножим на 2. 5 умножаем на 2 будет 10. 0 пишем у нас 1 в уме. 5 умножаем на 2 будет 10. 10 плюс 1 будет 11. И у меня получается ответ 110. Вот мы с вами сделали задание номер 1. Перейдем к следующему заданию. Задание номер 2. Данные стороны прямоугольника. А. 5 см и 3 см. В. 10 см и 7 см. Вычислите периметр и площадь полученного прямоугольника. Давайте с вами сперва рассмотрим пункт А. Нам дали прямоугольник, стороны которого 3 см и 5 см. Нам нужно найти периметр. Периметр прямоугольника у нас вычисляется по формуле 2А плюс В. Давайте подставим 2 умноженное на 3 плюс 5. 2 умножить на 8 получается 16 см. Вот мы с вами нашли периметр. Давайте теперь найдем площадь. Площадь прямоугольника вычисляется по формуле А умноженное на В. Поэтому я подставлю 3 умножить на 5 получается 15 см в квадрате. Это мы с вами сделали пункт А. Давайте рассмотрим с вами пункт В. В пункте В нам дали опять же прямоугольник со сторонами 7 см и 10 см. Периметр прямоугольника у нас вычисляется по формуле 2А плюс В. Давайте подставим наше значение. 2 умноженное на 7 плюс 10 получается 2 умноженное на 17 см и это равно 34 см. Это мы с вами нашли периметр. Теперь давайте найдем площадь. С равно А умноженное на В. 7 умножить на 10 у нас получается 70 см в квадрате. Вот мы с вами сделали задание номер 2. Перейдем к следующему заданию. Задание номер 3. К какому числу, если прибавить 13,2, то сумма будет равна произведению чисел 5,6 и 15? Нам дали какое-то число Х. К этому числу, когда я прибавляю 13,2, то у меня в результате получается 5,6 умноженное на 15. Давайте сперва 5,6 мы умножим на 15. Давайте здесь толпы кому умножим. 6 умножить на 5 будет 30, 0 пишем 3 в уме, 5 на 5 будет 25, 25 плюс 3 у нас будет 28, 6 на 1 будет 6, 5 на 1 будет 5. И прибавляем здесь 0, 8 плюс 6, 14, 4 пишем 1 в уме, 2 плюс 5 будет 7, 7 плюс 1 у нас будет 8. И отделяем запятой одну цифру справа. Получается у меня ответ 84. Далее, чтобы найти теперь число Х, я должна от 84 отнять 13,2. Давайте отнимем. 84 мы отнимаем 13,2 и 0. Занимаем одну единицу. 10 минус 2 у нас будет 8, остается 3. 3 минус 3 будет 0. 8 минус 1 будет 7. Таким образом, у меня получается число 70,8. Значит, когда мы к числу 70,8 прибавим 13,2, то у нас получится произведение чисел 5,6 умноженное на 15. Вот мы с вами сделали задание номер 3. Перейдем к следующему заданию. Задание номер 4. Найдите множество натуральных решений неравенства. Давайте рассмотрим первое неравенство. 3а плюс 2а меньше чем 30. 3а плюс 2а нам дает 5а меньше чем 30. Отсюда а меньше чем 30 делим на 5а меньше чем 6. Нам сказали найти множество натуральных чисел. Данное множество, то есть а меньше 6. Какие натуральные числа входят? 1, 2, 3, 4 и 5. Наше число 6 не входит в данный промежуток. Почему? Потому что у нас здесь знак строго меньше чем 6. Рассмотрим второе. 4а плюс 3а меньше или равно 35. 4а плюс 3а нам дает 7а. 7а меньше либо равно 35. А меньше либо равно 35 деленное на 7. А меньше или равно 5. Какие сюда входят элементы? Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4 и 5. Почему у нас 5 входит в данный промежуток? Потому что у нас здесь знак меньше либо равно. То есть наше число 5 входит в данный промежуток. Следующее. 8х минус 5х меньше или равно 30. 8х минус 5х нам дает 3х. Это меньше либо равно 30. 8х меньше или равно 10. То есть мы 30 делим на 3. Получается 10. Какие же сюда входят натуральные числа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 10 тоже входит в данный промежуток. Так как у нас знак меньше либо равно. И последнее 13х минус 5х нам дает 8х. И это меньше чем 72. х меньше чем 72 мы делим на 8. У нас получается 9. Таким образом, какие сюда у нас входят числа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И все. Наше число 9 не входит в данный промежуток, потому что у нас там знак строго меньше 9. Вот мы с вами сделали задание номер 4. Следующее задание номер 5. В книге 240 страниц. Назрин в первый день прочитала 30% от книги. Сколько страниц осталось непрочитанной? Итак, 240 страниц это у нас мы обозначим за 100%. В первый день она прочитала 30% из них. 30% из них давайте найдем. Это обозначим через х. И к чему будет равен? Я число 240 умножаю на 30 делю на 100. У меня здесь 0 и сокращаются. Остается 24 умноженное на 3. Давайте 24 умножим на 3. 4 умножаем на 3 будет 12. 2 пишем 1 в уме. 2 умножаем на 3 будет 6. 6 плюс 1 будет 72. Значит, она прочитала 72 страницы. Но нам нужно найти количество непрочитанных страниц. Поэтому я от количества всех страниц 240 отнимаю количество прочитанных страниц 72. И давайте найдем. 10 минус 2 будет 8. Остается 3. 13 минус 7 будет 6. У меня остается 1. Значит, у меня остается 168 непрочитанных страниц. И задание номер 6. Давайте с вами посмотрим. 60% от 30 учеников в классе составляют девочки. Какую часть от числа девочек составляет число мальчиков? Если 60% от всего класса у нас составляют девочки, то мальчики сколько процентов составляют? Конечно же 40. Давайте найдем количество мальчиков, а затем найдем количество девочек. 30 это 100%, 40% это х. Х чему равен? 30 умноженное на 40, деленное на 100. Нули сокращаются, у меня остается 12. Значит, у меня в классе 12 мальчиков. Теперь давайте найдем количество девочек. Я от всего класса, то есть 30, я отнимаю количество мальчиков 12. И у меня получается сколько? 18. Это у нас девочки. И у нас спрашивают, какую часть от числа девочек составляет число мальчиков. Поэтому я должна 12 разделить на 18, чтобы найти часть. 12 делим на 18, они оба сокращаются на 6. У меня здесь остается 2, а здесь 3. 2 третьи части. Таким образом, количество мальчиков составляет 2 третьих от числа девочек. Вот мы с вами решили задание номер 6. Давайте рассмотрим задание номер 7. Решите уравнение. В первом уравнении 8х минус 3х плюс 48 равен 108. 8х минус 3х нам дает 5х, равно 108 минус 43. 5х чему равен? 8 минус 3 у нас будет 5, 10 минус 4 будет 6. Далее, что вы найдете и что мы должны сделать? То есть мы должны число 65 разделить на 5. Их чему будет равен 13. Вот мы с вами решили первое уравнение. Давайте рассмотрим следующее. 14х минус 7х минус 42 равен 21. 14х минус 7х нам дает 7х, равно 21 плюс 42. 7х равно 63. х чему будет равен 63 деленное на 7. х чему будет равен 63 делим на 7, у нас получается 9. Вот мы с вами решили уравнение. Следующее задание. 4 умноженное на 7х плюс 1, равно 135 плюс 9. 4 умноженное на 7х плюс 1 будет чему равно? 135 мы должны прибавить 9. И давайте прибавим. 5 плюс 9 будет сколько? 14. 4 пишем 1 в уме, будет 144. Далее 7х плюс 1, чему будет равен? Мы должны 144 разделить на 4. 7х плюс 1 равно, давайте решим это столбиком. 144 делим на 4. Берем по 3, будет 12. И отнимаем будет 24, берем по 6. Таким образом, равен 36. Далее 7х чему будет равен? 36 минус 1. 7х равен 35. Отсюда х чему равен? 35 мы делим на 7, у нас получается ответ 5. И у нас осталось последнее уравнение. 29 минус 2х, деленное на 3, минус 1, равен 6. 29 минус 2х, деленное на 3, равен 6 плюс 1. 29 минус 2х, деленное на 3, будет равен 7. Теперь 29 минус 2х чему равен? 3 мы должны умножить на 7. У нас получается 21. Далее, 2х чему будет равен? 2х будет равен 29 минус 21. 2х будет равен 8. Для того, чтобы найти х, что мы должны сделать? х равно 8, деленное на 2. х будет равен 4. Вот мы с вами сделали задание номер 7. На этом, ребят, мы с вами закончили повторение наших пройденных тем. Задание, которое вы будете делать на летних каникулах, вы берете учебник 5 класса и решаете все задания. Там есть раздел «Обобщенные задания», есть раздел «Проверьте себя». Все эти разделы вы делаете летом. До свидания. Добрый день, дорогие ребята. Мы с вами на уроке информатики и тема нашего урока – вирусы. Давайте с вами повторим, какие мы выберем действия. Расскажем родителям или игнорируем. Итак, мы получаем с вами комментарий по фотографии. Зачем ты выставил это фото? Фо. Цель обидчика, ребята, вызвать у вас негативные эмоции, обиду, злость. Поэтому не надо предоставлять ему такую радость, надо просто игнорировать данное сообщение. Следующее. Я отправлю твои испорченные фото всем твоим друзьям, если ты сегодня не отправишь мне 5000 рублей. А вот это уже, ребята, здесь обидчик угрожает здоровью или раскрывает вашу личную информацию, это называется шантаж. То это уже преступление. Значит, об этом нужно сообщить родителям или учителям. Как защитить информацию на странице в социальных сетях? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно установить настройки приватности. Что такое настройки приватности? Это способ установить, кто может видеть ваши записи, фото или другую информацию на вашей странице. Давайте поможем Виафе настроить приватность. Что хочет Виафа? Она хочет закрыть всю информацию на странице от посторонних, но при этом она хочет оставить им возможность, чтобы они добавлялись к ней в друзья или смотрели ее фотографии. Чтобы нам помочь Виафе, мы должны будем просто передвинуть переключатели в нужное положение. Итак, что мы здесь делаем? Так как Виафа хочет, чтобы ее записи видели только друзья, мы передвинем ползунок. Кто может видеть ее фотографии? Все пользователи. Она хочет, чтобы ее добавляли в друзья, но при этом тип профиля должен быть закрытым. Передвинем ползунок в левую сторону. Вот теперь информация Виафы на странице будет безопасной. Обсуждение, ребята. Поговорим сейчас о Ахмеде-фанате. Он фанат одной популярной музыкальной группы. Ахмед подписан на группу в Инстаграм, отслеживает эту группу и смотрит, какие у них новые песни. И также общается в комментариях с другими фанатами. И вдруг в комментариях к посту некий пользователь с ником Супер876 написал, что нашел в интернете новые песни этого альбома и прикрепил сюда ссылку. Обрадованный Ахмед прошел по этой ссылке из комментария, на компьютер скачался файл, и Ахмед его запустил. Ужас! На экране появился синий цвет, написано «Ваш компьютер заблокирован», и чтобы его разблокировать, нужно отправить деньги по данному телефону. Ахмед подумал, что он скачивает музыку, когда на самом деле он запустил сюда вирус, который заблокировал его компьютер. Как можно было этого избежать? Сегодня на уроке мы узнаем, какие опасности нас ожидают в интернете, и как можно с ними бороться. Новая тема – кибербезопасность и экономическая безопасность. Теперь мы уже с вами знаем, что пройдя по незнакомым ссылкам, мы можем скачать вирус. Что такое вирус, ребята? Вирус – это тоже программа. Вирус – это такой вид программного обеспечения, который может навредить компьютеру и пользователю. Как вы думаете, почему вирус активизировался только после того, как Ахмед скачал его, а потом открыл файл? Дело в том, что любая программа так и работает. Ее нужно не только скачать, но ее нужно и установить. Ахмед то же самое и сделал. Он сначала скачал этот файл, а потом его установил. Если бы Ахмед удалил этот файл, у него бы этой приятности не произошло. Существуют, ребята, и другие вирусы, которые могут сами себя устанавливать. Мошенники знают о слабых местах некоторых браузеров, и специально под эти браузеры разрабатывают вирусы. Что такое браузер? Браузер – это программа для просмотра сайтов в интернете. А как сайты попадают в браузер? Они попадают таким образом. Мы пишем адрес сайта в адресной строке. Браузер запрашивает у сервера этот сайт. Сервер находит этот сайт, переправляет браузер. После чего браузер отправляет это на компьютер пользователю. Как вирус попадает на компьютер? Мошенник создает сайт, внутри его файла прячет вирус. После этого пользователь запрашивает сайт, сервер отправляет зараженные файлы сайта на браузер, а браузер уже загружает зараженные файлы на компьютер. Какие могут последствия заражения компьютера вирусом? Возможно, похищение ваших данных. Например, вирус украл ваши данные в соцсетях и теперь пользуется ими для общения с вашими друзьями. Дальше, удаление ваших данных или нарушение работы персонального компьютера. То есть представьте, ребята, что вы создали какую-то презентацию, файл или папки, и все это у вас исчезло. Давайте придумаем название тем вирусом, который у нас здесь есть. Первый вирус. Вирус удалил все файлы и папки на вашем рабочем столе. Как мы назовем этот вирус? Вирус-вредитель. Вирус украл данные ваших соцсетей и теперь мошенники могут писать от вашего имени ваши друзья. Как назовем этот вирус? Вирус-воры. И последнее. Вирус заплакировал компьютер и требует денег за разблокировку. Мы назовем этот вирус вирус-вымогатели. Как можно защититься от вируса? Ребята, использовать нужно специальную программу, которая называется антивирус. Антивирус защищает компьютер от попадания вируса или же защищает компьютер от уже попавших туда вирусов. Если бы у Ахмеда была бы установлена антивирусная программа, тогда все у него было бы хорошо. Какие антивирусы вы знаете? Это Касперский, Доктор Веб и Аваст. А как можно найти антивирус? Каждый антивирус, ребята, также имеет собственный сайт, который можно найти при помощи поиска. На сайте мы находим раздел «Загрузки» и скачиваем данный антивирус. Давайте вместе составим список правил, которые помогут избежать заражения компьютера вирусом. Запишите, пожалуйста, это себе в тетради. Первое. Нужно установить антивирус. Второе. Нужно обновлять браузер до последней версии. Почему? Потому что компании, которые создают браузеры, они постоянно обновляют их, чтобы закрыть лазейки для мошенников. Третье. Не надо посещать сомнительные сайты. Не нажимать на подозрительные ссылки, будь то комментарии, электронная почта, на сайтах или в соцсетях. А сейчас мы с вами поработаем на платформе. Наш неизменный помощник – электронный учебник. И первый вопрос. Посмотри на себя. Да тебе вообще нельзя заводить странички в соцсетях. Как мы с вами отреагируем на данное сообщение? Мы его просто-напросто и проигнорируем. Вирус приносит вред компьютеру. А чем является вирус? Вирус, ребята, это такая же программа. Выберите верное утверждение. Выбери все возможные варианты. Вирус, мы сказали, это вредоносная программа. Для того, чтобы вирус проник на наш компьютер, его нужно не просто скачать, а также нужно открыть этот файл. Что из перечисленного безопасно делать в интернете, а что нет? Ребята, безопасно заходить на почту, пользоваться обучающими сайтами, а также информацию искать с помощью поисковиков. Восстанови порядок того, как вирус попадает с зараженного сайта на компьютер. Прежде всего, ребята, пользователь вводит адрес сайта в адресную строку. Браузер запрашивает файлы этого сайта на сервере. Сервер ищет файлы и отправляет обратно в браузер, и среди этих файлов уже спрятан вирус. Браузер загружает файлы на компьютер, и вместе с этими сайтами загружается и вирус. Если у браузера есть уязвимость, то вирус проникает в компьютер. Дальше давайте посмотрим, какие у нас программы относятся к антивирусным, какие нет. Антивирусные программы AVG – это компания чешского производства, а также S-Ed. Давайте посмотрим с вами, какие у нас антивирусные программы, а какие у нас не относятся к антивирусным программам. Что такое браузер? Браузер, ребята, это программа для просмотра сайтов. Ребята, в завершении урока вы должны ответить, как лучше защититься от вируса. Конечно, лучше всего, ребята, установить антивирусную программу. На этом, ребята, наш урок заканчивается. Я думаю, что он был для вас полезен, интересен, тем более, что мы сейчас все общаемся в соцсетях, и поэтому должны знать все правила общения. До свидания, я желаю вам всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова